Всем привет, меня зовут Майкл Наки и война идет уже две недели. За две недели может устать очень много людей. За две недели может надоест информационный повод, за две недели может утомить какая-то тема. Но это не просто какая-то тема, это не просто какое-то событие, это не просто какой-то информационный фон. Это война, война в которой гибнут люди. Владимир Путин напал на Украину и там мирные жители и солдаты погибают каждый день. Дома и города обстреливаются российской артиллерией, обстреливают их российские минометчики, их бомбят российские самолеты. И это продолжается, несмотря на то, что каким-то людям кажется, что что-то там затихло, мы все равно видим новые и новые свидетельства обстрелов и уничтожений. Я понимаю, что часть людей просто, ну, как это, знаете, называется, нормализовалась. То есть, это кажется уже нормой. Но это не норма. Это идущая прямо сейчас война, которую мы должны остановить, которую должны все остановить. И один из способов для того, чтобы это сделать, это как раз информировать людей о том, что реально происходит, о том, что делают российские войска, о том, где происходят столкновения и прочее. Поэтому я продолжаю это делать. Помогает мне в этом Руслан Левиев. И вот наши очередные сводки о том, чем отметился 13-й день войны и чему мы готовимся дальше. Потому что дальше, скорее всего, будет штурм или осада Киева. Дальше Америка и Польша могут предоставить Украине истребители. И тогда жизнь Украины станет попроще. В общем, ничего еще не закончилось. И пока не видно ни конца, ни края. Хотя российская армия увязает все больше, а время играет против Путина. Итак, наш разговор с Русланом Левиевым. Ну, главная новость, которую явно хотят сразу обсудить, про которую вы слышите, это то, что произошло, как мы полагаем, что все-таки вчера в Макарове. Некоторые тут же начнут поправлять, что это было не вчера, а 28 февраля, потому что так написано на видеозаписи, там указана дата съемки. Но, скорее всего, мы имеем дело с некорректно настроенной датой, потому что вчера же появилось еще и второе видео о последствиях, произошедшего с Земли. Нам сложно представить, что два независимых видео оба были записаны 28 февраля и внезапно появляются в один день. Поэтому мы полагаем, что это произошло все-таки вчера, а не 28 февраля. Это касается событий в городе Макаров, который чуть северо-западнее от Киева, который в последние дни был вроде бы плюс-минус под украинским контролем, хотя потому что произошло, явно видно, что, видимо, все-таки он теперь, как в английском говорят, контест. То есть спорная территория, территория активных боев и так далее. То есть на видеозаписи мы видим, как перекресток, мы видим, как к перекрестку подъезжает автомобиль «ЗАЗ-Шант». Типичный такой дешевый автомобиль, легковой. И с перпендикулярной стороны, к этому же перекрестку, подъезжает колонна. И первой в колонии едет боевая машина пехоты, бронемашина. И она тут, заметив даже сквозь деревья автомобиль, тут же начинает по нему стрелять, подъезжает еще ближе к перекрестку. Что важно здесь, особо отмечу, останавливается, то есть, видимо, прицеливается получше. Тем самым, как бы, видя перед собой, что, по-клисски, это легковой автомобиль, это никакой не танк. И продолжает уже разносить автомобиль более крупнокалиберными снарядами. Соответственно, в этом автомобиле погибла пара пенсионеров, мужчин и женщина. Потому что есть видеозапись «Земели последствий», там видны, целая. Тут сразу у нас в комментариях, когда мы про это видео спрашивали, кого есть само на поле в целом расшении, тут же появляются люди, которые говорят, да, все вот эти кадры, они страшные и ужасающие, но это нормально для войны, потому что, когда следует колонна, она сразу же устраняет все угрозы, если видит что-то, движется к именно встрече. Но мне сложно с этим согласиться, потому что тот же «ЗАЗ-Шанс» легкового автомобиля, ну, невозможно спутаться с чем-то, ну, с какой-нибудь там бронетехникой, с каким-нибудь там танком. Он вообще никак не похож на какую-то армейскую технику. И при этом некоторые комментаторы говорят, что, ну, там, фактически ситуация на Земле приучила российские силы к тому, что из любого автомобиля может выскочить какой-нибудь там гранатометчик. Но это тоже, мне кажется, не особо там валидно, потому что, ну, представьте, гранатомет, он тоже длинный, в нем тяжело с гранатометом выскочить из такого компактного легкового автомобиля, как «ЗАЗ-Шанс». Это вам даже не броневтомобиль «Тигр» какой-нибудь, это не микроавтобус, из которого было бы легче вот так вот выскочить. Поэтому я все-таки не согласен с тем, что, с тем доводом, который сейчас существует, что там для военных действий это нормально, защищать все потенциальные угрозы, потому что легковой автомобиль, который ехал медленно, он не несся на большую скорость в сторону колонны, и был еще довольно-таки далеко. Он явно не представлял угрозы этой колонне, и явно его было невозможно спутать именно с военным автомобилем, каким-нибудь там бронеавтомобилем «Тигр» или какими-то там тоже БМПшками. Ни с чем из этим нельзя было спутать. Плюс, как я сказал, БМП после первых выстрелов подъехала еще ближе, и практически прямо уже могла убедиться, что это легковой автомобиль, гражданский, никакая не бронетехника, зачем дальше разносить. Поэтому, безусловно, я считаю, что это военное поступление. Тут возникает вопрос, кто это был. В колонне мы видим, собственно, машины, которые стреляли. Это боевая машина приходы, как мы считаем. Отдельно снова отмечу, что качество видео довольно-таки низкое, к сожалению. Дальше мы видим, проезжает несколько топливозаправщиков, причем сейчас есть некоторые пропагандистские каналы, которые тоже взялись за это видео и пытаются его предписать украинцам за счет того, что, как они говорят, за БМП ехал грузовик ГАЗ-66, в Шишига, так называемый. И якобы в российской армии их там почти нет, а вот у украинцев есть. Во-первых, тот грузовик, который едет прямо за БМП, его фактически невозможно. То есть видно, что он там едет. Но рассмотреть его вообще невозможно, это совершенно точно, потому что из-за выстрелов БМП поднимается большое облако дыма, которое скрывает полностью этот грузовик. И я абсолютно уверен, что там невозможно определить модель. Но даже если это Шишига, ГАЗ-66, то в российской армии их вполне все-таки есть. Я не согласен с тем доводом, что их там почти нет. Мы Шишигу видели довольно-таки нередко. Ну и опять же повторюсь, там модели в этом дому определить невозможно. Но уже после вот этого грузовика, который нельзя определить, проехали еще там топливозаправщик на базе КАМАЗа. Тут возникает вопрос, какой это был КАМАЗ. Если это был КАМАЗ, условно говоря, советских времен, то есть старый, то это более вероятно, что там украинские силы. Если это более новый КАМАЗ, свежий, то это точно российские силы. По качеству видео не позволяет определить, какого рода это КАМАЗ. Ну так сходу кажется, что как будто бы более свежий. И едет также в этой колонии БТР. Опять же, ну его видно сбоку, в плохом качестве, довольно-таки размыто. И многие сразу же подумали, как у нас первая мысль была по очертаниям, которые видны в профиле, что это БТР-82, который у российской армии в большом количестве. Но для объективности мы, безусловно, сохраниваем еще и БТРС украинский. БТР-4, он совсем не похож по профилю, у него башня находится все-таки ближе к середине, чем у БТР-82. А вот БТР-3, он по профилю очень-очень похож на БТР-82, поэтому при таком качестве видео их очень легко спутать. И поэтому вот так вот объективно утверждать, что по профилю точно видно, что это российский БТР, нельзя. Но, с другой стороны, отмечают, что цвет все-таки БТР плюс-минус виден, как его раскраска, и этот камуфляж все-таки ближе именно к российскому, нежели к украинскому. Плюс, чисто математически, БТР-82 у России гораздо больше, чем БТР-3 у украинских сил. Вот, соответственно, объективно доказать, что это была российская колонна, в данный момент нельзя. Мы постараемся найти еще видеозаписи, может быть, где-то сняли эту колонну еще в других рядом расположенных местах по пути, и мы просто поймем, что это точно та же самая колонна, и, может быть, мы увидим там более качественные видеозаписи, тогда мы сможем прям доказать, что это были российские силы или украинские. Ну, а пока подобных видеозаписей нет. Просто мы, скорее, больше склоняемся, что это были именно российские силы. Это что касается главной темы дня, которая была у всех на улицах, которую все обсуждали. Сейчас по ней ситуация именно такая. В целом, мы видим, опять же, бои и на юге. Были новые плены, взяты российские плены в городе Снегиревка. Это чуть-чуть севернее города Николаева. Николаев, который сейчас уже несколько дней находится под попытками штурма. Его постоянно обстреливают, мы видим. И, кстати, Снегиревка, это как раз недалеко от города Баштанг, от того самого города, где, я напомню, дня 4 или 5 назад я в сводке рассказывал, что там взяли БТР Морфехов, этой 810-й бригады из Крыма. То есть они продолжают пытаться прорваться, в том числе к северу от Николаева, его обойти, как бы обогнуть со второй стороны, и, видимо, тем самым попытаться начать его блокаду. А пока особо не получается, потому что вот с этой северной стороны, со стороны Баштанги и Снегиревки, постоянно контратакуют российские силы, и довольно-таки успешно. Мы не видим вот этих пленных, мы видим разбитую технику. Мы полагаем, что сегодня будут особенно серьезно атаковать Чернигов и город Сумы, потому что вчера с территории России зашли, на территорию Украины зашли доукомплектованные новые батальоно-тактические группы. И плюс, как мы и отвечали в вчерашней заметке, пытаясь опровергнуть слова представителей Пентагона, что они не видят пребывающего подкрепления, мы его видим. Мы видим подкрепление и в плане техники военной, которая едет со всех регионов России, в том числе и из дальних регионов Хабаровского края, и в виде личного состава. Всех свозят, комплектуют, доукомплектовывают либо разбитые батальоно-тактические группы, которые вышли с поля боев и отсылают их заново, либо формируют новые. И я уже не раз говорил, что Чернигов и Сумы, они, безусловно, крайне важны именно как такой логистический опорный пункт на пути к Киеву, если есть задача дальше блокирования, амортизировать Киев, штурмовать Киев, подсаждать Киеве, то Чернигов и Сумы – это прям критически важны для российских сил, потому что снабжение и продовольствие подвозят не с любой точки границы России в сторону сил, в сторону тех сил, которые находятся на поле боя. Они подвозят их с условных таких баз, где скоплена техника. Например, одна из таких баз – это город Суджи в Курской области на границе с Украиной. Вот если ехать от Суджи до тех же проворов, где сейчас тоже идут бои российских сил против украинских, с попыткой осада Киева, вот если ехать от Суджи, у вас на пути получаются Сумы. Вот, соответственно, огибать сложно долго, и поэтому и пытаются сейчас российские силы взять Сумы. Если мы возьмем другую базу, которая находится в городе Климова, в Брянской области, тоже на границе России и Украины, то у вас на пути Чернигов. Тоже либо как-то огибать, очень тяжело и странно, но правильнее пытаться Чернигов взять, поэтому Чернигов сейчас будет особенно сильно атаковать. Либо можно взять базу, которая находится вблизи города Дублин. Это Беларусь, это не Ирландия, потому что это Беларусь на границе с Украиной тоже, и тоже на пути оказывается Чернигов. Именно поэтому на Чернигов и Сумы будут сейчас сильно атаковать, пытаться их взять, чтобы в дальнейшем бросить уже все силы на осаду Киева, на окружение Киева, и заниматься именно этим окружением. С Хайерком продолжаются проблемы, то есть пытаться его блокировать, окружать. Кстати, возвращаясь к Сумам, к городу Кусумы, там были первые колонны выхода мирных жителей, которым все-таки получилось выйти. То есть если мы вспомним тот же Мариуполь, там пытались организовать гуманитарные коридоры, но в итоге ничего не получалось, потому что они постоянно попадали под обстрел. Вот в городе Сумы одна колонна смогла выйти с мирными летителями автобусов и уехала на Полтаву. То есть уехала по гуманитарному коридору не в сторону России, как было заявлено изначально о России, потому что Россия завлияла на гуманитарные коридоры, которые все они выходили на территорию России. В данном случае колонна уехала в город Полтава. Вот и пошла, по сути, по другому пути. Вторая колонна не смогла выехать, потому что начался обстрел. И в итоге ничего не получилось. В целом вся ситуация сейчас на Земле очень такая. Пожалуйста, скажи, а вот эти обстрелы во время гуманитарных коридоров, мы можем достоверно понимать, кем они проводятся, с каких направлений и почему происходят? Там зависит от того, есть ли у нас свидетельства всех этих обстрелов и перестрелок. Если говорить про город Сумы, то есть видеозапись. Я бы сказал точнее, то, что мы видим, это был не обстрел, а перестрелка. То есть на видеозаписи мы видим дорогу из города, по которой там едут какие-то автомобили. И мы видим там где-то вдалеке, то есть человек снимает с балкона. Там мы видим где-то вдалеке, и человек документирует, разворачивается танк, он начинает стрелять, и вообще слышна перестрелка из-за стрелкового оружия. Естественно, в таких условиях как бы колонна автомобиля ехать не может, потому что могут по пыли попасть и вот этим автобусом с мирными жителями. Соответственно, чей это был танк, и кто стрелял, когда это в данном случае по городу Сумы, понять, ну, разумно. Вот, а по ситуации, как это было, по-моему, город Николаев, если я ошибаюсь, где семья погибла, под минометным обстрелом. Вот, и где была тоже видеозапись, где идет эвакуация мирных жителей, люди идут вдоль дороги, и тут днезал определяет минометный снаряд. Разрывается и погибает там вся семья. Вот, там было понятно, что обстреливают российские силы, во-первых, потому что рядом находятся украинские военные, то есть было бы странно украинским военным ровно по своим же украинским военным стрелять. Во-вторых, банально по там, по там, дальности стрельбы, и по расположению силы, логично следует, что это был обстрел со стороны российских сил. Вот, то есть, подводя итог, не всегда можно понять, кто начинает этот обстрел в сторону гуманитарных колонн, вот, но иногда можно. Зависит от того, какое количество свидетельческих показаний, видеоматериалов у нас есть с земли, не в средствах момента эвакуации. Вот, а по Харькову также примечательный момент, который мы вчера-вечером позже заметили телеканал, по-моему, это был телеканал «Звезда», в общем, не так важно, но, кстати, опубликовали видеозапись, где видны силы Росгвардии, которые находятся на какой-то там базе вблизи Харькова, вот, и они прямо на видео ведут обстрел из минометов по окраинам Харькова, что они прямо сами заявляют, говорят, что там... А, я видел, да, там такой довольный парень еще, да, 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 мы стреляем, да. Да, что... При этом они говорят, что там якобы находится укрепление сил националистов, вот, ну, то есть, фактически мы видим, как Росгвардия использует такую легкую пехоту, у которой есть минометные снаряды, у которой есть солдаты, стрелковое оружие, вот, вот, вот в таком роде используют. Вот, но в целом вся ситуация сейчас на, на поле боя примерно вот такая, которую я описал, как я описал регулярный гость Фира Владимира Соловьева Яков Кедми, вот, наверное, многие уже видели эту видеозапись, там, 20-минутную вырезки из Фира Соловьева, где Яков Кедми говорит ему о ситуации, что российская армия уже там две недели топится в полях, две недели они где-то там шастают, за две недели не взять ни один город, ну, Херсон, окей, но это такое себе, вот, города не берутся путем стояния на трассе, путем оккупации, потому что администрация городов, она не на трассе стоит, а находится в городе, и если надо брать город, то армия должна входить в город и брать, брать его, вот, то есть ситуация, в принципе, такая, что на вторую неделю индейец Зоркий Глаз заметил, что у сарая нет одной стен, вот, примерно, примерно, это вот как раз таки оно, и мы видим попытки некоторой такие пропагандистской работы, особенно на юге, где начинают там подключать российские пеналы, вещать на приграничные районы, начинают, вот, особенно, если странный случай был в Бердянске, где рассылали такие пропагандистские листовки с объявлением, точнее, призывом к референдуму о посоединении Бердянска с Россией, что, казалось бы, какой еще референдум о посоединении Бердянска с Россией, что за бред? Тем не менее, такие листовки рассылали, они были. Плюс, видимо, был расчет на то, что администрации городов, сел, они просто сдадутся, и поэтому мы видим сообщения от многих мэров городов, от администрации городов, как им приходят сообщения с предложением сдаться, что там, уважаемый такой-то, такой-то, давайте не допускать кровоприлития среди мирных граждан, вы фактически окружены, отрезанное от снабжения, сдайте город фактически, и тогда все будет хорошо. То есть, идет вот такая попытка морального давления, психологического давления, попытка пропаганды на то, чтобы города сами сдавались. Но пока сопротивление ожесточено, то есть, это ни в коем случае никак, как мы видим, не работает, и поэтому местами даже начали пытаться разгонять митинги. Если я ошибаюсь, это был город Чаплинка, где опять на улице вышли проукраинские митинги протестующие, и их уже впервые, наконец-то мы видим на видео, как Росгвардия с щитами и дубинками пошла на них в атаку пытается разгоднять, применяет вроде изотечивый газ. То есть, начала заниматься той работой, которой мы изначально от нее и ожидали, что силовой разгон протестов. Но пока это был в формате эксперимента не широко распространенного. вчера, пока я был в эфире у Александра Плющева, пришла новость о том, что Польша наконец-таки согласилась перегнать истребителя МиГ-29 на базу Рамштайн в Германии. И вот этот момент мне не очень понятен. Почему именно Америка, почему именно Рамштайн, Германия, как это все имеет отношение к Украине? Сложная для меня схема какая-то. Ну вот, когда я объяснял, почему внезапно у нас сначала были переговоры, что вот для Украины поставят истребителя МиГ-29 и штурмовые кисы 25, потом мы видим заявление, что Польша отказывается поставлять МиГ-29 и запрещает использовать свои эротромы для украинских сил. И объясняя, почему такое произошло в комментариях, я и говорил, что судя по всему это торги Польши. Потому что Польша прекрасно понимает, что у них не конфисковывают вот эти МиГ-29, а им предлагают давайте вы спишите вот эти старые истребители пользы Украины, а мы, то есть как правило Соединенные Штаты, поставим вам что-то более новое взамен. И видимо Польша надеялась, что им поставят там какие-нибудь неравнозначные истребители там F-15, F-16, а более современные, более свежие, более мощные F-35 теперь, которые очень такие мощные. Вот. Это были просто торги. И то, что мы видим по вчерашему заявлению, я так понимаю, что мы были правы в своих догадках, потому что в итоге ведь Польша поменяла мнение, в итоге она предала США эти МиГ-29. Почему США? Потому что именно США компенсируют Польша, скажем так, утерю для них вот этих МиГ-29. И компенсируют, говорят, по текущим комментариям, говорят, что все-таки им поставят F-16. Вот. Скажи, пожалуйста, Руслан, вот я, во-первых, должен сказать, что Виктория Нулунд не подтверждала эту передачу уже ближе к ночи, а во-вторых, должен сказать, что ну, получается, это Америка будет принимать решение о передаче истребителей Украине. Правильно я понимаю? Ну да, безусловно, да, то есть Америка сейчас главный помощник Украины во всей этой войне, потому что другая проблема, которая касается, например, мобилизации в Украине, ну, то есть она идет, и понятно, когда вы проводите, например, мобилизацию в то военное время, вы тем самым практически изымаете из экономики людей наносите ей урон, потому что вы изымаете мужчину из экономики и отправляетесь на фронт. Вот, в военное время, когда сейчас война, экономика уже и так, в принципе, встала, это не так вредит, ну, и плюс, в целом, всю эту мобилизацию и ущерб для экономики в денежном форме оплачивает Соединенные Штаты, помогая Украине. Вот, и это один из доводов в пользу того, что нам меньше верится в потенциально возможный призыв резервистов в России, потому что экономика это и так сейчас сильно подсанкционная, летит в пропасть, а если еще и сделают мобилизацию резервистов, то дополнительно изымут из экономики людей и там совсем уже забьют в гроб эту российскую экономику. Именно поэтому нам все-таки меньше верится в то, что будет какой-то мобилизационный резерв там со стороны России. Вот, в целом оно все как-то так, да. Подскажи, пожалуйста, где сейчас проходят, мы, да, сейчас пока про больше позиционные такие новые вещи, а именно про там вот разгон митингов, да, какую-то перегруппировку, но продолжаются ли вот именно бои, если да, то где продолжаются ли обстрелы, где мы их можем фиксировать? С востока и с запада от Киева, как всегда, то есть мы, как я говорил, уже несколько раз, что война пришла в такую ситуацию, такая текучка, по сути, грубо говоря, когда мы видим одни и те же места, там происходят все те же бои, нету какого-то динамичного развития ситуации, но тем не менее сами бои действительно есть, это и, опять же, Николаев, где постоянно пытаются атаковать Николаев, либо теперь у них новый вариант именно обойти его и, видимо, взять в посаду, как Мариуполь, посмотрим, посмотрим, получится или нет, потому что, когда они пытаются с севера его обойти, на них тут же начинают попадать и атаковать украинские силы. Запада от Киева, то есть это, опять же, город Макаров, который сейчас получается спорный, Житомирская трасса, которая частично занята российскими силами, которая пытается отбить украинцев, и, соответственно, к востоку от Киева это Бровары и рядом находящиеся города и поселки. Понятное дело, что, опять же, как я сказал, будут жесткие и периодически происходят от Черников и Сумы, но там, поскольку территория более такая растянутая, много, большая трасса, там мы можем видеть меньше, видимо, кадров самих текущих боев, скорее больше последствий, когда кто-то потом вдоль этих мест боев проезжает и снимает разбитую технику. Поэтому информация поступает оттуда медленнее, с этого Черниговского и Сумского направления. Ну и Харьков продолжает действительно пытаться как-то окружить, посадить, но тоже пока не получается. Вот, единственное, пока только Мариуполь успешно окружили. Подскажи, пожалуйста, вот та перегруппировка, о которой мы говорили, и те тревожные сообщения, которые приходят о том, ну, и со стороны западных разведок, и с заявлений разных людей, что надо будет Украине продержаться еще две буквально недели, и что это будут очень тяжелые недели, потому что вот идет какая-то подготовка. Расскажи, пожалуйста, о чем речь, то есть, на твой взгляд, к чему готовиться, как это будет выглядеть, и насколько это действительно будет тяжело для Украины и украинских войск? Ну, действительно, мы полагаем, что российские силы пытаются бросить сейчас максимум сил для, фактически, у которых будет конечная задача это окружить и блокировать Киев, а для этого пытаются сначала взять там Чернигов с Умы и посмотреть, получится ли или нет. Если не получится, то просто обойдут Киев там с двух сторон, пытаться будут обойти то есть с запада и с востока. И пытаться будут его блокировать. Для этого они, видимо, сейчас перегруппировали силы, подвозили новую технику, подвозили личный состав. И, исходя из тех цифр, которые мы видели изначально по поступлению войск, по 50, ну, кличу войск сейчас, мы видели, что в боях участвует там практически 125 батальон тактических групп. Вот, а я напомню, что заявление, по заявлению Минобороны России от середины 2021 года, в российской армии всего 168 батальон тактических групп. Соответственно, еще 40, как бы, наверное, можно наскрести в России 40 батальон тактических групп и как-то отправить их на фронт. Другой вопрос, что это за батальон тактические группы? Есть ли они вообще, потому что, возможно, они существуют только на бумаге, в виде рапортов всяких местных командиров частей, которые говорят, что да, у нас есть батальон тактические группы, отчитываются, надеясь, что на этом отчет все и закончится. И, даже если они есть, вопрос к их боеспособности, потому что первоначально в целом всей этой войны отправляли наиболее боеспособные соединения, наиболее подготовленные, наиболее обстрелянные, и вот, что мы видим по результату. Мы видим, что бои увязли, мы видим, что многие из этих батальон тактических групп, которые вроде бы должны быть боеспособными, были доукомплектованы вчерашними срочниками, то есть людьми, многие из которых даже еще не дембельнулись на срочную службу, просто либо они сами подписали контракт, либо их обманом, договорами заставили, либо банально даже за них подписали, как они заявляют, и отправили на фронт. То есть мы не верим словам Путина, которым он решил поздравить людей с 8 марта, а именно о том, что никаких срочников в этой военной операции, как называют, и он нету. Ну, если мы говорим чисто по-человечески, то да, безусловно, он получается обманывать. Если мы говорим как на суде, формально, то формально их на контракты переводят. Да, то формально их на контракты переводят. По бумаге видно, что вот у него есть военник, вот и его контракт. Вопрос только в том, имеет этот контракт под собой правовые основания или нет, потому что часть из них была подписана под шантажом, часть из них была подписана за них и так далее. Но чисто по бумаге получается, что все они контрактники. Мы пока еще не встречали таких солдат, которые были срочниками, и именно срочниками попали на поле боя, у которых вообще ни в какой форме контракт не был подписан. Ни за них, ни самими не было подписан контракт, а иначе срочники. Вот таких пока не было. И скажи, пожалуйста... Но в целом, подводя итог, что, как я сказал, они перебрасывают силы, перегруппироваются, подвозят новые боеприпасы и оружие, и, видимо, пользовались для этого вот этим моментом с объявлением гуманитарных коридоров и, когда затихали бои, можно было подвести новые силы. И да, мы ожидаем, что вот такие условные остатки действительно попытаются бросить и на штурмы, в штурмном плане, что окружение Киева. То есть явно уже бессмысленно пытаться именно штурмовать сам Киев. А если бессмысленно, то значит, точно будут, мне кажется, потому что, как показывают наши с тобой созвоны на протяжении двух недель, вот если есть какая-то прям глупость, которую можно сделать, то российская армия, безусловно, предпримет такую попытку. Тем более, что генштаб Украины буквально, по-моему, позавчера заявлял, что Россия собирается отправить штурм Киева опять почему-то с силой Росгвардии, это и там и спецназ Витязь, который росгвардейский. Есть ощущение, что кто-то в российской армии так же не любит Росгвардию, как, в принципе, и мы, и каким-то образом пытается от нее избавлять. Если это так, то я их поддерживаю, я с ними согласен, я тоже их очень не люблю. Вот, да, мы полагаем, что действительно они бросят военные силы именно на окружение Киева, то есть такими пытаться резкими прорывами попытаться окружить Киев, чтобы, поскольку время, безусловно, играет против Путина, потому что резервы конечные, силы конечные, плюс экономика летит в пропасть, и, видимо, поэтому постоянно Путин пытается предпринимать контрмеры, рассказывая о компенсациях военным, семьям, чего кому-то и так далее. Время играет против Владимира Путина, то есть нельзя на год затянуть эту армию, эту войну. Если это война на год, то уже в любом случае придется делать призыв резервистов, собирать вообще всех людей, и, наверное, даже в том числе и срочников, отправлять на войну, что со всеми приемлемо для Путина. И поэтому, если в итоге резервы все кончатся, нужно к этому моменту подойти с максимальным успехом для того, чтобы у вас был рычаг в переговорах о том, на каких условиях вы соглашаетесь прекратить текущее действие. Поэтому и будут пытаться взять окружить самый важный пункт и чтобы было максимальное давление потенциальных будущих переговоров. Спасибо большое, что посмотрели. Сразу отмечу, что иллюстраций стало меньше, потому что на одно из видео мы получили маркировку 18+, и проблема не в том, что там нас просмотры не устраивают или что-то, а проблема в том, что после такой маркировки это видео меньшему количеству людей выдается. Я записываю эти ролики ровно для того, чтобы информировать как можно большее количество людей, и очень хорошая от вас обратная связь. Многие из вас пишут, что удается и показать, и доказать каким-то иранным, и близким, что на самом деле происходит. Спасибо вам большое, особенно сейчас на фоне того, что их СМИ вообще не осталось, по крайней мере в России. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчики, для того, чтобы Ютуб видел, что есть интерес к ролику и выдавал его большему количеству людей. Но если у вас пока есть англоязычная, ну не англоязычная, а иностранная карта, или иностранный какой-нибудь PayPal, то вы можете подписаться на Патреоне для поддержки канала. А если нет, то нет, ничего страшного. С вами был Майкл Наги, всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok